У Спаса Преображенского собора сотни горожан и спасателей. У входа в здание стоят пожарные машины. Все это напоминают учения. Вот только печальные лица и венки выдают траурную процессию. Внутри собора служат панихиду по погибшему пожарному Сергею Шатохину. Присутствующие не могут сдержать слез. Повести в последний путь героя пришли не только его коллеги, но и друзья детства. Они помнят его маленьким мальчиком, бегающим по улицам своего родного села Градыницы. Там он и продолжил жить со своей семьей. Друзья рассказывают, после армии Сергей хотел стать пограничником, потом моряком. Но затем внезапно изменил свое решение. Когда мы служили, то планировали быть пограничниками. У нас там пограничная зона, и мы послужить хотели. Но я поменял другую сферу, уехал в Одессу, он остался там. Он вообще в мореходку поступал, плавать хотел. Потом, чего так произошло на пожарную, ну, даже не знаю. Эти кадры стали последними в жизни Сергея Шатохина. Это он забирается по выдвижной лестнице на разведку, как вдруг сверху на него падает 17-летняя студентка колледжа Ксения Бабенко. Позже она умрет в реанимации, а спасатель впадет в кому и через три дня покинет этот мир. Пожарные отзываются о своем коллеге так. За более чем 18-летний стаж он накопил огромный опыт, всегда был рад им поделиться. Его товарищи были уверены, что Сергей непременно вернется в строй. Он был очень уроновешенным человеком и он был примером для многих бойцов в нашей части. Он был командиром отделения, он был исполняющим обязанности начальника дежурной смены. У него был допуск. Человек, который пользуется авторитетом в своем карауле и во всей части. Все знали и все были уверены, что он, как и все ребята, вернется в часть, не уедет на свой последний вызов, а вернется в часть и будет дальше продолжать службу. Без отца остались два сына и дочь. Самому старшему 17. Теперь он стал в семье главным мужчиной. После отпевания тело Сергея, которому было всего 43, пронесли сквозь живой коридор спасателей. На небесный вызов он ушел под звуки пожарных сирен. Руководство страны обещает представить Сергея Шатохина к званию Героя Украины. Телеканал «Репортер» выражает свои искренние соболезнования семье Сергея Шатохина и всем тем, чьи родные и близкие погибли в трагическом пожаре. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».